Привет, друзья! Вчера вышло мое видео про Петра Алексеевича Порошенко и про то, насколько он жалок. Про средства массовой дезинформации, которые превратились просто в пропагандистские помойки, восхваляющие того, кто жалок. А потом, знаете, спустя час включаю я телевизор, а там интервью Порошенко. Интервью Порошенко дал украинским телеканалам. И стоило мне промотать две минуты, я вдруг понял, что Петр, ты опять напросился. Петя, почему ты такой жалкий? Вы общались лично с Трампом. Была официальная часть, они нам все известны. Что-то осталось за кадром. По сети уже ходит этот прикол, знаете, Петр Порошенко. Я видел Трампа, мне кажется, что лет через 28, даже если это была единственная его встреча в его жизни, то он, сидя у себя, где он там будет сидеть, в Малаге, да, на своей вилле, за чайком будет говорить. Я видел Трампа. Стосовно рукостискания. Это было рукостискание партнеров. И он даже вот так вот, когда пожимал, пальчик и меня пощекотал. И я впевнен в том, что атмосфера загальна, яка начинается с рукостискания, была очень дружной. Ну вот нормальный президент, президент нормального человека, будет обсуждать вот такое вот, уже который раз, да, какое было рукопожатие, было оно мягким, было оно твердым, было ли это рукопожатие какого-то партнера. Дуже партнерско, дуже надейно, и я себе ничего, дуже комфортно. Ну что, Петя, что там говорят, что вроде бы как, что вроде бы как ты там дроп-ин, что ты там зайдешь, сфоткаешься, уйдешь, там что-то такое обсуждала администрация президента. Это все ложь, да? И хочу сразу же сняти будь-якие инсинуации про то, что визит, дроп-ин, только сфотографироваться, нам это было не потребно. Как это вам это было не нужно? А для чего же ты тогда летел? Ты же знал, что у тебя будет очень-очень коротенькая встреча, да? И 15 минут, которые вы обсуждаете уже неделю, как великое достижение, это все-таки короткая встреча. Исторический визит. Этот темник сейчас спущен на все телеканалы. Я вчера вам показывал. Исторический визит. Вот именно такая формула должна быть и все поголовно телеканалы, помимо двух, возможно, два телеканала, может быть, хотя я не проверял, все другие телеканалы, я лично слышал, и я лично это видел в новостях. Когда рассказываешь о визите Порошенко, исторический визит. Потому что были наданы не просто аргументы, а материалы, доказы, фотокартки, карты, документы, шевроны и много других вещей, которые четко доводят российскую присутность на Донбассе. Шевроны привез. Фуражку надо было. Трамп с его любовью к этим всем вещам надел бы фуражку с красной звездой такой. Шевроны привез. Ну а дальше он рассказывает о том, что беспрецедентно, потому что в один день уместили все встречи. Почему они так сделали? Потому что, ну, чтобы Петер не отвлекал их от других дел. Другая позиция, это то, что беспрецедентно, фактически этого никогда не было, когда в один день были очень хорошо организованы встречи с всеми основными игроками новой администрации. Ну да, для того, чтобы ты побыстрее. Но пафос Порошенко так и прет. И мы объединили Америку. Де-факто можно говорить, что и Украина объеднала всю Америку. И вот журналист, кстати, я должен отметить по-любому. Два журналиста, как минимум из трех, задали интересные вопросы Порошенко. Вы говорите, что визит исторический, а журналисты иногда могут преувеличивать факты. Порошенко же не журналист. Хороший вопрос. Историчность не только ведь в том, что мы быстрее встретились с Трампом, чем Путин. Нет, отвечает Порошенко. Да это вообще нет. Нет. Слушайте, еще раз скажу, что мова не идет в том, что мы змагаемся, кто перший встретится. Конечно. Петя, поспорь с Петей. Дуже важно, что встреча моя, как украинского президента в Белом доме. Будет ранее, чем встреча Путина. Но сейчас он говорит, нет, это вообще какое-то соревнование, что ли. Тут мова не ишлася про змагания. И столько всяких знаков, как бы, вы знаете, не случайно, что во время того, как мы пребывали как раз в Штатах, новые санкции вышли. Не случайно, что именно в час пребывания украинской делегации были прилюднены новые санкции Соединенных Штатов Америки против России и продолжены старые. А это ведь такая редкость? Ну, скажи, Петя. У нас на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки принимают дополнительные санкции практически каждого дня. Ага, понятно. Короче, редкость. Санкции – это редкость. А по поводу Северный поток, он говорит, что это месть. Мстят нам так. А США, желая лишить Европу российского газа и снабдить газом из других мест, конечно же, хочет сделать Украине намного лучше. Да. И будет уже не 2 миллиарда за транзит воздуха, а 4 миллиарда, конечно. Хочу окремо наголосить про зустріч в Пентагоне. Слушайте, ну, это просто эмоционально. Знаете, ты приходишь вперше на сходах Пентагона, звучит украинский гинн, есть украинские пропоры. Знаете, как будто бы какой-то колхозник из забитого хутора приезжает в город, а потом возвращается, и вот эти хуторяне собираются при лучине, и он им рассказывает эти чудеса. Петр Алексеевич, я спешу вас огорчить. Это со всеми другими точно так же происходит. Но Порошенко делится, как вроде чем-то таким незауреальным вообще. Дальше Порошенко передает слова министра обороны. Мы гордимся вами. Мы гордимся. Мы знаем вашего министра обороны и гордимся им тоже. Мы гордимся тем, что вам удалось сделать, и мы гордимся вашими Збройными силами. И был присутствующий начальник Генерального штаба Збройных сил Украины, генерал армии Муженко. Он сказал, что мы знаем Виктора, это настоящий герой. Петя, тебе же много лет. Возможно, это просто жест такой доброй воли. Возможно, это просто фигура речи, дипломатия. Нет? Он сказал, что это не просто жест вечности. Это думка всех американских адвайзеров, экспертов, радников. А, ну если сказал, что это не просто жест доброй воли, тогда окей. Важная деталь, на которую я звернув увагу, что буквально там в Пентагоне, в кабинете министра обороны, есть годинники с 8-10 точек света. Нет, Петя, только не про часы. Не надо, Петя, тебе еще не рассказали, что Римблок выпустил. Я сказал, что по центру стоит Киев. А когда Порошенко в Пентагон не приезжает, то по центру не стоит Киев, по центру стоит московское время. Это очень важная характеристика той приоритеты, которую Украина занимает, в том числе в оборонной политике США. А, оказывается, часы там посередине, потому что это такой приоритет, такой приоритет еще. Петр Алексеевич Порошенко, я еще раз повторю, что вам, конечно, не доложили, и как стыця выгнали, так и еще кого-то надо выгнать, потому что Шарий выпустил блог и показал, какие часы там висят на стене, в то время, когда вы туда не приезжаете. Во всяком случае, в марте 2017 года там висела Москва. И вы видели, что сразу же после Вашингтона я о 6-й ранку прилетел до Брюсселя. Какая редкость удивительная, до этого в Брюсселе ни разу не был. Почему он на этом так акцентирует внимание, я два дня понять не могу. Он четко запитывал, Петро, чем тебе допомогти? Это Трамп. Трамп спрашивал, Петр, чем тебе помочь? И похлопывал меня по плечу. Это позиция настоящего партнера, настоящего друга Украины. Ну все, еще один настоящий друг Украины появился Дональд Трамп. Еще одно, очень важное, мое впечатление от проведения Брюсселя. Первое, было продемонстрировано, что руководство Европейского Союза не просто вивчает украинскую мову, а очень хорошо не владеет. Да весь мир учит украинский язык. И уже полмира им владеет. Потому что все говорят, это же модно, там же президентом сейчас Порошенко, тот самый, которого мы уважаем. Я вице-президент Пенс, человек, ну, политик с великой литрой, человек, который точно, я знаю, он верующий человек, и имеет Украину в своем сердце. Уже вице-президент Пенс тоже имеет Украину в своем сердце. Потому что именно за эти два месяца мы имеем безвиз, и сегодня уже величезная количество украинцев скоро стало правом безвизовых подорожей, и остаточного прощаваи Российской Федерации. Ну, как же тут без виза, рассказывая о своем визите к Трампу. И опять прощай, прощай, я покидаю зону, уже 18 раз прощался, 18 раз уже прощался, и последний этот феерический, немытая Россия, все такое, опять прощается. И в каждом своем выступлении будет прощаться. Вот и все. Вот и все, что я хотел сказать о Пете. Петя, это пока что все. Ты давай радуй меня новыми интервью, это забавно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok